подлежащий камень вода не течет и тоже мне очень нравится такая мудрость что то что у тебя есть сегодня это то что ты делал вчера а то что у тебя будет завтра это то что ты делаешь сегодня поэтому соответственно если ты сегодня бездельничаешь сегодня ты опускаешь руки значит у тебя не будет никакого будущего поэтому нужно работать на будущее первые мои курсы не совсем удачные но я на этом не остановилась пошла дальше выбрала самые лучшие школы и до сих пор развиваюсь мне это очень нравится скажите что вы почувствовали когда вы достигли первого значимого результата для себя почувствовала первых себя силу воли и силу вселенной это чувство мне кажется но очень несравнимо потому что это чувство внутренней свободы и понятие того что ты можешь хочешь и всегда если ты что-то задумал и что-то внутреннее тебя ведет это точно этого добьешься ну конечно это счастье это радость это неподдельные эмоции поэтому что чувствует ребенок когда ему дают то что он хочет он безумно счастлив настя мы узнали твою трагическую историю врачи не давали никаких прогнозов и вот спустя три года ты стала чемпионкой мира по парафитнесу как у тебя это получил все с трудом пальцы рук ничего не двигалась и как-то благодаря усилиям родителям я начала заниматься спортом занимались здесь по skype год вот и в общем так все получилось что мы поехали чемпионат в мир австрия вена и стала чемпионка мира как сказал роберт киасаки у нас есть одна голова и всего 168 часов в неделю для того чтобы мы смогли сделать то что мы хотим по-настоящему для себя быть человеком способным взять на себя ответственность потому что успех приходит только тем людям которые осознают для чего им это нужно самое главное вот особенно в начале пути это вера в себя и поддержка потому что как правило этого не хватает всегда опускаются руки при первой неудаче иногда успех приходит не сразу и проверяет людей насколько ли он утвердился в своем желании добиться этой цели а может быть для человека она просто вот это блажь пришла в голову но и хочет делают усилия она не получается если человек действительно по-настоящему что-то хочет это не может не получиться он все равно вкладывает энергию любви главное чтобы работа была самой любимой на работу нужно ходить с радостью и с хорошим настроением на все воли бога мы не можем планируя быть в полной уверенностью что так и будет и этот зазор свободы не свободы а смирение перед божественной волей по-английски это слово звучит как surrender да отдаться да предаться воле бога это самое высшее вообще состояние которое может быть но самое при этом тяжелое от тебя вообще ничего не зависит то есть есть такое выражение во всех священных писаниях это говорится смысл такой что делай что должен а там будь что будет а